Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось раскрыть тот факт, что у мужчины до встречи с вами уже были некоторые отношения, которые, видимо, закончились как-то вот не очень хорошо, да? Раз он имеет детей от брака, но при этом сами женщины с ним не в отношениях. То есть я, конечно, не знаю здесь, но мне кажется, что этот момент такой достаточно важный, я бы сказал, вот, потому что хоть вы на берегу и договорились, как вы говорите, хоть вы и договорились на берегу, но тем не менее, несмотря на то, что на берегу вы договорились, мне кажется, что вас вот не смутил тот факт, что человек уже несколько отношений построить не смог. Просто, ну просто-напросто. То есть у него несколько отношений просто завершили с детьми. Вот, и вы почему-то посчитали, подумали, что с вами будет иначе. Оно может быть и имеет основание считать, что с вами может быть иначе, но справедливо это только в том случае, если вы сами что-то делаете, для того, чтобы было иначе. Вот. Смотрите, какая штука. Поэтому, вот, первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это именно момент того, что у человека есть опыт именно неудачных отношений, и зачастую, прежде чем вступать в отношения с таким человеком, нужно выяснить, почему, почему так получилось, вот, собственно, что, что произошло, почему так вот вышло, так получилось, да, что у него эти отношения закончились, собственно, ничем. Вот. Понимаете, какая штука. То есть, тут вот это нужно обязательно исследовать. А было вам, но вы на это внимание не обратили. И вопрос, он заключается в том, почему вы не обратили внимание на это. Хотя это очень важно. Очень важно. Дальше, вы пишете, встречались 9 месяцев и жили вместе 2 месяца после того, как он сделал предложение. Ну, надо сказать, что тут довольно быстро, как-то, мне кажется, всё развивалось, да. То есть, по сути, 6 месяцев вы жили, он сделал вам предложение после 6 месяцев. Мне кажется, для взрослых людей это срок достаточно такой, достаточно маленький, чтобы узнать друг друга. Все вопросы о семейном укладе обсуждали с ним на берегу. Говорите вы. Ну, тут мне бы хотелось, опять же, вас спросить, какие вопросы вы обсуждали на берегу? О семейном укладе, как вы говорите. Что это за вопросы были, как вы их обсуждали, вот, и так далее. Это, мне кажется, очень важная такая история, мне кажется, это очень важный момент, вот. Потому что, пока что, вот, пока что, на данный момент ситуация выглядит так, что мужчина просто изменил свою точку зрения, изменил свою позицию, вот. И, резко, причем, внезапно, вот, и тем самым оставив вас в каком-то таком растерянном совершенно состоянии. Вот. То есть это, безусловно, вам это, безусловно, не понравилось, и, в общем, это вполне нормально и логично. Дальше. У него двое детей от предыдущих отношений 8 и 12 лет. Ну, вот, тут Ольга момент такой. Двое детей 8 и 12 лет. Двое детей. Почему-то эти двое детей живут с мужчиной. То есть, вот, они живут именно с мужчиной, они не живут с матерью. Где их матери? Почему они с мужчиной находятся? Вы знали, вот, ну, о том, что они, с них, с них, как бы. Вы знали, что они живут с мужчиной, а, ну, детям его. И вопрос возникает, как вы относились и относитесь, возможно, к детям. Опять же, его. То есть, если вы знали, что у него, вот, дети с ним, если вы знали, что дети находятся с ним, то, ну, соответственно, вопрос, который нужно вам задать, да, это вот именно то, соответственно, как вы относитесь к детям. Ну, или относились к детям, да. Вот. А его, то есть, хорошие ли у вас были отношения с его детьми, не очень хорошие. Дальше. К той коммерциальной детьми он превратился не в мужчину, а в домохозяйку, которая либо работает, либо три дня у нас дома, только с детьми общается. Я вот даже не знаю, что здесь сказать, потому что с одной стороны вас понимаю, с другой стороны довольно странно, ну, несколько странно наблюдать то, что вы пишете. Пишете вы то, что человек резко изменился. То есть, я вот, признаться, не думаю, что люди могут резко меняться. Я думаю, что какие-то задатки, какие-то задатки, предпосылки всегда есть для того, чтобы человек так себя вел. Поэтому тут вот интересный момент. Значит, месяц назад он сказал, что мне нужно искать более прибыльную работу, чтобы делить с ним счета. Итак, вы жили два месяца. Как только вы стали вместе жить, он превратился не в мужчину, а в домохозяйку, которая работает, либо работает, либо общается только с ней. И получается, что вам внимания он не уделял, я так понимаю. Вам он не уделял внимания своего. И это, я так предполагаю, что именно это воспринялось с вами крайне болезненно, крайне негативно. Минец назад он сказал, что мне нужно искать прибыльную работу, чтобы делить с ним счета. Насколько это соответствует тому, о чем вы договорились на берегу? Что сподвигло вас обсуждать в вопросе семейного уклада на берегу? То есть, публикация слишком когнитивная история и слишком расчетливая история. Он приводит к партнерству. К партнерству у меня назрел вопрос. Он, конечно, добрый и заботливый, но зачем мне мужик на 50%? Вам, может быть, и не зачем. Если мужчина выбирает партнерство, это его право. Если вы считаете, что партнерство не для вас, вы просто ищите себе другого мужчину. Мне гораздо легче жить, как я желаю для него. Не приспосабливаться к партнерским отношениям, хоть к детям. Не видеть, как он перебивает тарелку, который я уже помыл. Без него я ничего не теряю. Ну, мне кажется, что это, опять же, несколько расчетливая позиция, потому что речь идет от чувства, речь идет о том обществе, что между вами есть, о взаимной симпатии и так далее. То есть, приспособиться к партнерским отношениям можно, в этом ничего плохого нет. Вопрос в том, дорог ли вам мужчина. Вот. Чем вас так задевает, что он перемывает тарелок, но хочет теперь перемезли, перемевает. В чем проблема? Еще сексуальное желание буквально за два месяца к нему исчезло. Почему? Какой-то баба-мужик, а тем руководитель крупной фирмы. Ну, опять же, почему баба-мужик? Ну, мужчина, домашняя мужчина занимается домашним хозяйством, хоть кто в этом плохого, тем более, что на нем дети. Тут у вас вот есть, мне кажется, стереотипы о мужчинах. Он сказал, что я должна вносить деньги в семье, иначе он просто спонсор. Ну, опять же, это его позиция, а мне копить деньги неприемлемо. То есть, я не могу накопить деньги и потратить на самосебя и свою красоту. Влюбился же он в меня в красивую и ухоженную? Нет. Нет. Нет, Ошка. Влюбился он в вас не только в красивую и ухоженную, но и в вашей личности, в ваш характер, в вас психологические. То есть, влюбленность, это не только внешность. Честно, без типичек, ну и давай поговорим, меня так сильно любят. Но, меня в целом не готов, не совокладно, тратить меньше времени на детей, не брать на себя большую ответственность. А почему он должен это все делать? Вопрос. Что я делаю не так? Вы, наверное, очень узко мыслите о мужчинах, и не рассматриваете вариант более гибкой модели взаимодействия с мужчиной. Почему мне так плохо? Ну и, следовательно, в чем именно вам плохо? Если вам плохо из-за того, что не оправдались ожидания, например, которые вы возлагали на мужчину, это одно дело. Если вам плохо из-за того, что он с вами расстался, это другое дело. Если вы, например, испытываете чувство вины перед ними или что-то еще, это третье. То есть, непонятно, если вам плохо. Я не чувствую на себя женщиной, хотя каждый не держит даже цветы, носит меня на руках, но это все как будто не то. Правильно, потому что ощущение от себя женщины идет изнутри, а нет человека. То есть, вы не чувствуете себя женщиной, потому что ощущение женщины с женщиной для вас условно. А как бы, на самом деле, ощущение себя женщиной, это постоянное чувство, не зависящее от действий партнера, не зависящее от действий людей, которые, ну, вас окружают. Такая вот история. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, выбирайте себе психолога, любого на нашем ресурсе, начинайте консультироваться. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!